Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом снял все ограничения Джоната Полларда, а шпиона, который был обвинен и осужден за шпионаж в пользу Израиля, отбывал долгий срок наказания, 30 лет, в тюрьме Соединенных Штатов, а потом был отпущен с ограничительными условиями, то есть условно-досрочного освобождения. Что же такое совершил Поллард, за что ему дали столь внушительный даже по меркам Соединенных Штатов срок, поможет нам разобраться журналист Марк Котлярский. Марк, добрый вечер. Добрый вечер. По-моему, там за убийство меньше дают, нет? Да, не то слово. Я, кстати, когда готовился к программе, посмотрел интервью шестилетней давности 2014 года с таким политиком. Он возглавлял партию пенсионеров, которая мелькнула, как комета на израильском небосклоне, и скрылась, но он гораздо интереснее в другом качестве. Он был начальником оперативного отдела знаменитой спецслужбы МОСА, Трафи и ТАН. И он, собственно говоря, и занимался, кстати, Поллардом в свое время. И его спросили, а почему такой большой срок? Почему? Не просто большой срок, ему влепили пожизненно. Другое дело, что он сидел там около 30 лет, да? И тот сказал, что да, действительно, подобного рода прецедентные преступления известны. И за них максимум, что дают, это где-то 10-12 лет. То есть повар, по сути, отсидел в три раза больше, чем дают за какие-то серьезные и достаточно преступления. То есть, как вы так что сказали, он получил пожизненное. То есть, получается, что шпион, который шпионил в пользу, в общем-то, союзника Соединенных Штатов Израиля, получил больше, чем там любой другой. Вот вопрос, Саш, вопрос на самом деле заключается, как раз в этом и заключается. Я нигде не нашел причины, почему американцы так вот тупо отказывались вообще даже разговаривать с лидерами, израильскими лидерами на протяжении всего этого времени. Причем все президенты, практически все президенты, обязательно, к каждому вновь вошедшему в Белый дом президенту, премьер-министр или президент Израиля, обращались с просьбой помиловать Полларда. Да, и те даже вообще не хотели слышать об этом. Тем более, что ведь если разобраться, то Поллард, пытаясь как бы в какой-то степени, скажем, оправдать свой поступок, говорил, что он передал те данные Израилю, которые отнюдь не затрагивали систему обороны и систему безопасности Соединенных Штатов Америки. То есть он не ставил под угрозу Соединенные Штаты своими сведениями, которые он передал? Совершенно верно. Эти сведения касались стран Ближнего Востока, системы вооружений, поставляемых Советским Союзом Египту, Ирану там и так далее, и так далее. То есть они, американцев, не касались. Они впрямую американцам ущерб не наносили. И тем не менее, вот такой огромный срок, собственно говоря, причем чуть ли не сразу, он после окончания... Марк, извините, надо приснить, наверное, что он передавал Израилю сведения, которые на его, с его точки зрения, Израиль должен был получить, но американцы по какой-то причине препятствовали передачи этих сведений. Да, совершенно верно. Более того, как пишут многие аналитики, что та информация, которую Пол нас передал, таки действительно помогла Израилю в очень многом, как бы с точки зрения безопасности Израиля. Более того, собственно говоря, он и передавал-то немного. Вот он после учебы в Стэнфордском университете поступил сразу на службу ВМС американских, то есть военно-морские силы, в качестве аналитика. В 1984 году примерно он начал передавать какую-то информацию американцам, израильтянам, и где-то примерно в 1985-1986 году его задержали, потом был суд, в 1987 году он сел. То есть он практически всего ничего, год с чем-то передавал вот эту информацию израильскому посольству. Причем он приходил в израильское посольство, у них была договоренность, кстати, и курировал вот этот его Рафи и там. И его задержали, по подозрению, шпионажа против Америки, его задержали прямо как раз в тот момент, когда он собирался входить в очередной раз на территорию израильского посольства. То есть получается, что были какие-то внутренние силы, но сам Поллард неоднократно говорил и объяснял это антисемитизмом, который царил в разведке Соединенных Штатов. Но неужели вот именно только вот антисемитизм мог таким образом повлиять? Есть, наверное, какие-то все-таки другие подводные камни? Да, безусловно, конечно, я тоже так думаю. Полларду хотелось бы так казаться, но я не думаю, что разведка, американская разведка, столь насквозь пропитан антисемитизмом, как говорится в этом Поллард, наверное, ему виднее. Но, тем не менее, я еще раз повторяю, Александр, что я простудировал внимательно очень многие материалы и нигде нет никакого объяснения, почему американцы упорствовали такое огромное количество времени и почему Поллард получил столь здоровое наказание. Более того, Рафия Итан, когда его спрашивали, задали ему вопрос по этому поводу, прямо в лоб уже, ну скажи, почему, в чем причина, что американцы, так сказать, столь злобствуют практически по отношению к одному человеку, который опять-таки по всем показателям не нанес ущерба обороноспособности Америки. Он ушел от ответа, он говорит, ответ нам известен, но я его оглашать не хочу, сказал Рафаэль Итан. И каких-либо даже серьезных предположений, честно говоря, я не встречал. У меня такое ощущение, честно говоря, что вот анализируя все материалы, которые были на эту тему, что американцы просто тупо пошли на принц. Это был колоссальный удар по самолюбию, что как это, как говорили они, то есть как бы внешне, внутренне понятно, мы не знаем всей этой кухни, как это так, как бы, да, вот Израиль наш союзник, а, так сказать, он так вот благосклонно отнесся к шпионажу против нас. И вот эта тупость системы, она отразилась на Поварке, даже тогда, кстати, когда его выпустили по условно-досрочному, по УДО, да, то есть он в течение пяти лет, начиная с 15-го года, он не имел права никуда выезжать, он должен был постоянно отмечаться в полицейском участке, на него, значит, был надет электронный браслет, все его движение отслеживалось и так далее. Потому что тоже бред, человек, который отсидел 30 лет в тюрьме, уже не знает, понятно, что за это бред... Совершенно верно, он же трижды об этом забыл, и поэтому, как бы, держать его в таком состоянии, это просто безумие. Но вот, тем не менее, американцы лично раз продемонстрировали, что безумие иногда возобладает, назвал здравым смыслом, и только вот сейчас, благодаря Трампу, в принципе, там стоял такой вопрос, Минюст американский, да, должен был решить, продлить ли он ему вот это, вот эти параметры, вот эти правила, по которым он живет, или отменит их окончательно совсем. Я думаю, что, конечно, благодаря Трампу эти ограничения отменены, слава Богу, и теперь только остается ждать, когда, значит, Полот приедет в Израиль. К сожалению, он не может этого сделать сразу же, потому что его жена проходит курсы химиотерапии, у нее онкология, та жена, которая боролась постоянно за его выезд, и очень жаль, что они сразу приехать не могут. Ну, вот как только, как бы, закончится курс химиотерапии, по словам Полуарда, они моментально приедут в Израиль. Марк, ну, знаешь, обращает внимание тот факт, что, вот, как вы правильно сказал, американцы обиделись, да, что вот их союзник, а в то же время давайте вспомним, ну, сравнительно недавний, если не ошибаюсь, двухлетней давности скандалы, когда выяснилось, что разведка Соединенных Штатов, ЦРУ, следила не просто за союзниками, она следила за лидерами своих союзников. Была установлена слежка, радиослежка радиолокационная за канцлером Германии Ангела Меркель, говорили, что и следили они за передвижением французского президента и так далее, и так далее. То есть получается, что это не какой-то из ряда вон выходящий случай. Может быть, там, в те годы, когда захватили, когда арестовали Полуарда, это было еще каким-то нонсенсом, но потом это, ну, не хочется применять такое слово, но стало нормой. Я думаю, что это было всегда. ЦРУ, ФБР, как бы, любая разведслужба, она следит на всякий случай, что называется. То есть, как бы, а вдруг это каким-то образом потом пригодится, будь ли это, какие-то там тайные, подковерные переговоры, будь ли это какая-то, какая-то договоренность, будь ли это какое-то соглашение, где, скажем, одна из сторон должна проявить осведомленность как бы в другой, в каких-то слабых сторонах противоположной стороны, страны, чтобы надавить и добиться своего. То есть, я уверен, что все спецслужбы всех стран следят за своими, за союзниками, за чужими, за кем угодно. И вот это, к сожалению, норма, Саша, это норма давно. Это не то, что это стало нормой. Я думаю, что это любое правило спецслужб. Никто не должен уйти от надзора, особенно, если речь идет о лидерах стран. То есть, тут просто, иногда просто идет накопление информации. То есть, да, вот просто автоматом это все записывается, так сказать, количественно, а потом перейдет ли оно в качество, бог есть, может и не перейти, а может в какой-то момент перейдет. Поэтому я не думаю, что тогда этого не было, а потом вдруг стало. Марк, я бы хотел отметить еще один нюанс. Насколько я помню, если я ошибаюсь, ты меня поправишь, то вообще вся деятельность Полларда, она начиналась исключительно по его собственной инициативе. То есть, это не какая-то там склонность к наживе, что вот он захотел подзаработать деньжат и обратился, то есть, кто меня возьмет, как шпиона, кому я буду сливать информацию. То есть, он обратился сам и как бы на первых порах, я не знаю, может быть, в дальнейшем он получал какие-то за это, так сказать, преференции, но изначально он, так сказать, по зову сердца начал шпионить в пользу Израиля. Конечно, конечно, он об этом и говорил, он самого, как бы, собственно говоря, скажем так, издавна он симпатизировал Израилю. Он не только потому, что мы знаем обратные примеры, да, когда, так сказать, граждане еврейской национальности, особенно в Америке, не особенно Израилю симпатизируют, поэтому, так сказать, более, это я еще мягко сказал, да, есть и те, кто просто всячески, как бы, позиционирует себя противником Израиля. Поэтому, это действительно так и было. То есть, он, так сказать, начинал это делать по собственной инициативе, по собственной инициативе и только потом, когда, значит, более того, то есть, как он сам утверждал, это были такого рода идеологические соображения. Он считал, что действительно безопасность Израиля это очень важный элемент, да, и нельзя поступаться, так сказать, безопасностью такого важного союзника, как Израиль. Это уже потом его взяло под крыло армейская разведка, Оман, да, так называемая, это потом уже, как бы, с ним работали на постоянной основе. Но начинал, стартовал он исключительно из идеологических соображений и только потому, что сочувствовал Израиль. Ну что ж, нам остается только порадоваться за Джона Поларда, что в конце концов он свободен, он вернется в Израиль, и мы еще раз подчеркнем, что, и это, в общем-то, признавалось на суде, что своими действиями он не нанес ущерба безопасности Соединенных Штатов, то есть, не было такого, что у него было раздвоение личности та родина или эта родина. Он любил одинаково обе страны и не нанес ущерба своей родине. Спасибо. Спасибо, Марк Отлярский. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск.